итак давайте сегодня опять в очередной раз отправился в секунды и еще мы сегодня с вами побываем на центральном рынке ну что ж начнем наше путешествие немножко необычное немножко не такое как всегда первый магазин я зашла сегодня цены там были все по 290 и этот секунд на вес здесь я ничего не купила потому что при таких ценах уже что-то найти классное то что тебе понравится очень и очень тяжело но посмотреть всегда очень даже интересно потому что как показывает моя практика в жизни всякое бывает причем что хочется отметить в такие дни очень-очень много народов все что-то ищут все что-то перебирают все что-то пытаются найти свой маленький клад кстати детская одежда была очень много и даже очень даже неплохого качества то есть если кому-то очень нужно и нет средств чтобы пойти купить новое то считаю вполне подходит и вот я в примерке это сейчас я уже был хуманья у нас сегодня тоже было все по 3 евро я взяла вот такую хлопковую блузку она большого была размера это 16 примерно 54 по моему 52 54 54 56 она вся была из хлопка очень такая интересная белый вверх и такая вещь я думаю еще очень даже может найти свою хозяйку и наверняка даже и найдет вот компания то здесь цена 5 евро но в реальности в этот день она стоила 3 потом я взяла вот такое розовый как свитер кардиган на вешалке он смотрелся очень привлекательно но когда я его надела во первых он конечно был помятый что портила некий его вид и абсолютно не стоял ворот ну и потом он не был конечно очень и даже очень большеват хотя на ощупь он был но очень приятный за 3 евро если он найдет как говорится свою хозяйку наверное эта вещь окажется чем-то гардеробе вот такое интересное такая разлетая чко кардиган это было стопроцентная мирина шерсть он не очень понравился но к сожалению конечно все вот рукав сел плечи сели ну вот к сожалению длина но это не моё во всяком случае или скажем так не для моего возраста для этой кофточки над быть помоложе а теперь я просто вот просматриваю вещи нашла джинсы armani их я не купила они были достаточно поможены это я сейчас мужском отделе кос кофточку которая в дальнейшем обязательно взяла в примерочную мне нравятся такие зеленые тона цвет был очень красивый потом она была из стопроцентной мирина шерсти был красивый джинсовый пиджачок но к сожалению маленького размера хотя себе давно вот такую как джинсовую косу поищу вот я пролистывала различные брюки вообще в этот день как-то ну не шел мне товар в руки не так как я обычно привыкла но при этом свое удовольствие конечно я получала от просмотра куча вешалок вот такая каждодневная работа продавца наибы переворачивать кучу вешалок чтобы найти то что в общем то ты можешь продать вот здесь я нашла джинсы дольче габбана и причем джинсы эти были оригинальные но опять же был тот нюанс что они были очень и очень поношенные поэтому я их опять же не смогла купить вообще очень большой выбор как-то джинсов было просто очень много ты при этом я пришла в магазин привоз ну привоз был неудачный и такое иногда конечно к сожалению бывают вот такие джинсы были белые тоже дольче габбана я их тоже не взяла они ну были низ именно джинс очень выношен поэтому я их тоже не взяла вот то есть что одни что вторые были значительно и значительно просто поношены посмотрела на сумочки майкл корс в общем то это единственное что как-то могло привлечь внимание в принципе в этот день именно на этой полке все сумочки были по 6 евро такая рыжая среди них были сумки и из натуральной кожи ну конечно в меньшинстве верхняя одежда меня привлекла куртка я решила ее померить естественно она мне маленькая мех был натуральный кролик такая вот в общем как говорится ни о чем для чего я взяла мерить непонятно ну и вот я примеряю вот этот мириновый свитер у компании коз все хорошо и вроде бы как и сел и рукава но знаете мне все таки не нравится воротник и то что вот эти пуговички то есть в стиле свитер был стиле пола и мне как-то не нравится мне это поэтому эту вещь я не купила хотя стоила на 3 евро дальше я стала рассматривать обувь вот мне попались такие белые кроссовки или купер компания они были не кожаная из кожзаменителя а вот лаковые ботиночки наверное надо было может быть и купить они были стопроцентной кожи вверх внутрь тканевая и они были очень легкие очень удобные но я их почему-то в общем покрутила особо наверно надобности просто нет в обуви я их не купила вот ну а в остальном больше ничего такого интересного мне не удалось из обуви найти в принципе я хочу сказать что цены в этом секунде примерно там 3567 9 евро если скажем у людей нет деньги до чем ходить в стоптанные и в развалины обуви то общем-то лучше пойти купить секонд-хенд эту обувь продезинфицировать и в общем-то вполне и вполне можно носить ну конечно если говорить о том что что-то для души купить это было невозможно потом мне приглянулась почему-то вот этой компании zara то ли такая блузка топ и когда я ее померила у меня такое было осталось но знаете колпак одеть и в общем-то начать месить тесто в общем-то как раз была бы неплохая наверное для меня униформа то есть на вешалке вещь смотрелось интересная немножко абсолютно другого ожидала от нее в результате примерки в общем то получилось то что получилось в общем достаточно несуразный в три четверти рукав то что сверху сделано как будто как жилетка абсолютно режет фигуру в общем то не понравилось немножко посмотрела различных блестящих безделушек всяких часиков каких-то непонятных сережечек самое интересное понимаете что это все все раскупается это все покупается ну и вот такой какой-то был яблоко не яблоко не знаю это все было из стекла но это не мурана и бесподобные ослик был просто бесподобные вот такая майка на подростка компании ральф лаурен это компания я не покупаю очень давно потому что абсолютно не продается к сожалению кстати надо отметить что у нас секундах достаточно хорошая детская одежда и очень часто можно купить очень хороших детских брендов одежду вообще в принципе особенно в дни завоза это просто фейерверк сколько различные детской одежды вот брюки у меня плохо снились харли-дэвидсон только этикетка здесь мы с ириной пытаемся что-то посмотреть это как раз был эксклюзив вы можете себе представить в этом эксклюзиве ничего не было интересного чтобы захотелось как минимум хотя бы а теперь мы с вами попали на наш центральный рынок они уже привыкли думаю все равно так так Ммм. Где продается любимая капуста. Мы сейчас идем, ребят, за квашеной капустой нашим любимым продавцам. Просто смыслась бы не была чуть по 2,20. Это наш овощной павильон. Наши цены. Ммм. Смотри, уже черешня есть. 3 евро 100 грамм. Вот моя любимая продавщица, которую я беру. Ммм, вот есть кисло-сладкая евро 50, в общем-то, которую я сейчас и буду покупать. Ммм. Ммм. Давайте на 1 месяц и на 1,5. Нет, давайте за 2 месяц. Просто нет там такие грузатые. Ммм. Вкусно-сладкая. Вкусно-сладкая. Ммм. Ммм. Больше недели не идем. Все еще так тельненько у нас. Красиво, рыно? Сколько вам? Сколько упаковочек? Хорошо. Килограмм. Так, а это наше рыбное павилье. Можно по нему как-то так прогуляться. Тельненько. Хотя мы и Прибалтика, и морская страна. Цена у нас, ребят? Ну, да. Борожай. Вот так вот. Три двадцать семь. Три двадцать семь. Три двадцать семь. Три двадцать семь. Причем она свеженькая. Щелочка. Щелочка. Ну вот, а это наш центральный рынок на улице. Видите, солнышко. Вот так вот. Сейчас, конечно, мало народа. Мы пришли в воскресенье. Немножко, да, показали вам павильон. Ну, а это вот так у нас с улицы смотрят. То есть это все сплошь торговые ряды. Кстати, если мы на улице пройдемся, посмотрим любые фрукты и овощи, они будут намного дешевле, чем в павильонах. Поэтому иногда есть смысл и посмотреть, и даже что-то прикупить. Вот такая вот зотика. В общем, у нас достаточно красивый рынок. У нас любят здесь иностранцы ходить снимать, потому что есть на что посмотреть. Вот так вот. Вот так вот. Вот так вот.